МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги уходящего дня в нашем выпуске новостей. Здравствуйте! В студии Артём Тарасов. Дмитрий Медведев поддержал планы донских властей по развитию региона. На международном форуме Сочи-2014 глава правительства оценил макеты аэропортового комплекса «Южный» и крупнейших кластеров, в частности, вертолетного и текстильного. Также донской губернатор рассказал об успехах донских хлеборобов, которые собрали рекордный урожай ранних зерновых – 8,5 миллионов тонн. Подробнее о работе делегации Ростовской области на сочинском форуме расскажут мои коллеги сегодня в программе «Главный бизнес» в 20 часов 30 минут. К другим темам. Кредиты и слабо развитая бухгалтерская система. Руководители ростовских туристических фирм рассказали, почему большинство туроператоров обанкротились. По их мнению, причина не экономический кризис, а финансовые проблемы самих предприятий, которые не решались на протяжении нескольких лет. Большинство компаний не имели в запасе наличных денежных средств. Вся их работа строилась на займах. Кредиты, инвесторы, наращивание объемов неоправданное, оборотные средства, то есть получение любым способом оборотных средств. Как только ситуация на рынке стала нестабильной, экономической, и исчезли все эти каналы в какой-то прекрасный момент, мы понимаем, что сейчас проблемы в банковской системе и так далее, все то, что было, их финансовые проблемы, просто привели к их банкротству. По прогнозам специалистов, количество туроператоров на рынке станет меньше. Это должно повлиять на конечную стоимость продукта. Цена на путевки может существенно вырасти. Вместе с ней и качество услуг считают руководители компаний. От новых турфирм налоговая служба потребует подтверждения их финансовой стабильности. Мало того, все туристические агентства, которые серьезно хотят заниматься туристической деятельностью, они все-таки должны тоже иметь фингарантии. Или хотя бы банковские облигации, или какие-то резервы в банках. В современных условиях клиентам стоит использовать услуги проверенных компаний, предупредили руководители турфирм. Тем временем водоканал «Ростовский» сменил название и системы очистки. Место хлорирования воду будут обрабатывать солью. Завершен первый этап глобальной реконструкции и комплексного строительства соответствующих объектов. Качество и работа по обеспечению районов водой выходит на новый уровень. Репортаж Елены Баранниковой. Вместо токсичного вещества безопасный гипохлорид натрия. В специально построенном новом цеху завершается процесс спусконаладки системы. Все почти готово для перехода в штатный режим. Такой процесс и дешевле, и проще. Ростов-Водоканал готов продемонстрировать обновление прессе и представителям законодательного собрания. На комплексную реконструкцию ушло почти 10 лет. Ликвидированы болевые точки, снабжение и водоотведение. Другими словами, перебои с водой остались в далеком прошлом. До 65 порывов было в сутки. А если взять западный наш, советский район, он практически по часам выдавали воду. Вот кто помнит этот момент, ни о каком развитии города вообще не было речи. Просто ступор был. Нельзя было ничего строить. Ни промышленное предприятие, ни инвестор не может прийти, ни жилье построить. Сейчас-то мы вот этот узел, главное, о котором сказал инвестор Сергей Борисович, мы ликвидировали этот узел. 28 объектов воды Ростова, именно так называется крупнейший инвестпроект, завершены успешно. Построено 40 километров магистральных водоводов, реконструированы 4 насосные станции. Все это обеспечит стабильное снабжение города. Сегодня вода соответствует всем санпиновским нормам. Нормы российские, они строже любых европейских. И когда мы приезжаем в Европу, мы почему-то не боимся пить из крана воду, считая, что там-то все хорошо. Наша вода, она более строгих качеств. Мы сейчас поднимаем еще на порядок, строже этот уровень. Переход на солевую систему очистки улучшит показатели еще в полтора раза. Елена Баранникова, Юрий Санкин. Главные новости. Фельдшерско-акушерский пункт открылся в Кашарском районе области. Место ветхого помещения – постройка модульного типа. Современные технологии не дань моде, а рациональный подход к экономии. Компактная амбулатория укомплектована необходимым медицинским оборудованием. Проблему отсутствия газового отопления решили с помощью электрических нагревателей. Среди бонусов – жилье молодым врачам. Сергей Мирошниченко продолжит. Настоящим праздником для жителей Кашарского района стало открытие врачебной амбулатории. Здесь есть кабинеты общей практики и стоматолога, процедурные, а также дневной стационар на пять мест. Современные материалы, из которых сделан медицинский модуль, долго держат тепло. Зимой холодно очень. Придешь с ребенком, его не раздеть, естественно. Ничего нового оборудования, не взвесит ребенка, не посмотреть нормально. Ничего. Конечно. А там, надеюсь, теперь будет тепло. Мы знаем, что там новое оборудование, детский кабинет новый, прививочный кабинет новый. Стоимость подобных медучреждений для отдаленной местности – 9 миллионов. И все равно выходит дешевле, чем реанимировать или комплектовать старое помещение. Экономически это гораздо выгоднее. Поэтому мы будем сейчас определяться на будущем. Или мы будем врачебной амбулатории, или мы все-таки еще завершим необходимое переоборудование. Что касается обогрева, в Кашарской центральной районной больнице позаботились об этом заранее. Здесь с угля перешли на гель и солнечную энергию. Летом солнечные панели гелеустановки экономят на нагреве воды 50%. В котельной с итальянским и немецким оборудованием соседствуют теплолюбивые цветы. Техника полностью автоматизирована. В случае внештатной ситуации к Качегару приходит СМС о поломке или предупреждении о состоянии температуры в системе. А это уже фельдшерско-акушерский пункт в Каменске. Ежедневно больных принимает фельдшер первой категории с 20-летним стажем. Раньше обследовать приходилось в старинном барском доме, которому более 100 лет. Сейчас он пустует. Местное руководство планирует в нем ремонт и сделать его снова жилым. Дом отдадут в пользование, а затем и в собственность молодому специалисту по федеральной программе. Помещений и оборудования хватает. К Кашарскому району нужны люди. Лечить привлекают даже беженцев. Сегодня взяли семью врачей на работу. Ну, вернее, не взяли. А в ближайшее время идет оформление документов. Мы возьмем дополнительно. И еще семья обратилась с просьбой принять на работу. В хуторе Толоверово, который в 40 километрах от районной больницы, появилась мобильная стоматология. Это тоже модульный ФАП. Он обслуживает почти 400 хуторян, из них более 30 детей. В этом году здравоохранением запланировано 6 врачебных амбулаторий, как в селе Верхнесвечниково. На подходе Семикарокорский район и Целина. Совсем скоро очередной пункт откроют в Куйбышевском районе. И уже на этой улице будет свой праздник. Сергей Мирошниченко, Андрей Токарев. Главные новости. Тошнота, головокружение, постоянная рвота. Симптомы, которые все чаще беспокоят жителей Родионова-Несвятайской слободы. Несколько месяцев люди жалуются на едкий запах нефтеотходов. Причиной стал завод в 300 метрах от жилых домов и детских учреждений. Дирекция предприятия отвечает на жалом и результатами экспертиз. Прокуратура совместно с полицией выяснила, проектом завода Виконт не предусмотрена санитарно-защитная зона и не заложены нормы предельно допустимой концентрации выбросов. Сергей Мирошниченко о запахе Виконта. Окна в Родионов-Несвятайской слободе открыты считанные минуты. При малейшем дуновении ветра приходится их плотно закупоривать. Едкий запах газа ветер несет от нефтеперерабатывающего завода Виконт. Он расположен в нескольких сотнях метров от жилых домов. Предприятие распространяет по округе зловонье, болеют дети, медики здесь фиксируют повальную аллергию. Запах газа, бензин, даже в квартире воняет. Сейчас пошли такие вопросы, дети часто заболевают. Вполне возможно, что это идет или аллергическая реакция, или просто это уже накопившаяся реакция. Похоже, такому соседу рады только местные аптекари. Противоаллергенные препараты скупают моментально. Каждый спасается от последствий летучего газа, как может. Этот набор лекарств педиатр выписал для годовалого сына Варвары. Она тяжело перенесла беременность. Запах нефтехимии привел к осложнениям. Пришлось рожать в другом городе. Вот такие вот препараты, как бифиформ. Он именно при отравлениях нефтепродуктами, выбросах газа. Ну вот то, что у нас имеется, да, от запаха от этого. Десятки проверок, как ни странно, нарушений не увидели. И дурной запах не почувствовали. По бумагам предприятие не пахнет, значит, проблемы нет. Если кому-то запах, то меньше пусть, как и объявите по телевидению, федеральному, меньше пусть паленую водку пьют и горохом заедают. Воспитанники детского сада «Ладушка» паленую водку явно не употребляют. Зато теперь их распорядок дня зависит от направления ветра. Как подует Северный, в дошкольном учреждении отменяют прогулки, наглухо задраивают окна и двери. На постоянном дежурстве медработник. У нас медицинская сестра, Светлана Ивановна, зачастую фиксирует непредсказуемые моменты. Что тошнота, рвота, ребенка отправляем, вызываем родителей, и отправляем ребенка домой, отправляем на обследование, все, ставят аллергию. Местные жители несколько месяцев бьют тревогу и готовы на крайние меры. Районная власть предлагает заводу другой участок для размещения производства, подальше от населенного пункта. Но руководство предприятия на компромисс не идет и скрывается за высоким забором. Люди, мы потихоньку их успокаиваем, но сейчас, на сегодняшний момент, уже идет вопрос о том, что будут пикетировать. То есть будут пикетировать Викон, будут перекрывать трассу. Мы пока держим ситуацию, не допускаем, но неизвестно, как она будет. Потому что возмущения все больше и больше. Сейчас правоохранители инициировали новые проверки, лабораторные исследования воздуха в Родионо-Несвятайском. Пока проверки тянутся, все чаще появляются объявления о продаже домов и квартир. Вот только покупателей нет. Сосед с запашком, приезжим не по душе. Сергей Мирошниченко, Дмитрий Андреянов. Главные новости. Другим темам. 11 тысяч нотных пособий подарили музыкальным школам Донского края. Благотворительный фонд вручил книги талантливым молодым людям. Межрегиональный проект «Музыка детям» профинансирован меценатами. Поддержали идею и в областном министерстве культуры. Мы не избалованы такими мероприятиями. На самом деле, почему такой интерес прессы мы сейчас обсуждали. Потому что, конечно, культура сегодня нуждается в меценатстве. И слава богу, что у нас здесь люди, хорошие, мощные корпорации российские, которые приходят к нам и вот такие подарки нам привозят. Литературу получили все 112 музыкальных школ региона. В каждый учебный комплект входит больше 90 изданий, некоторые из них уникальны. Уже была такая акция в Самаре, в Перми, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге. И вот на наш, так сказать, юбилей, год, как мы реализуем эту программу, мы приехали в Ростов. Да, поэтому для нас это очень большая честь. И проект уже завершился. То есть мы передали уже все эти замечательные пособия и книги школы Ростовской области. В свою очередь воспитанники музыкальных школ приготовили отчетный концерт. Дети выступили на сцене музыкального театра с классическими произведениями. Тем временем первый благотворительный экспериментальный спектакль прошел в Ростовском музыкальном театре. На сцене непрофессиональные актеры, представители бизнеса, культуры и СМИ показали свое прочтение пьесы «Бомарше», «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Вырученные деньги с продажи билетов пойдут на развитие творческих способностей у детей из малообеспеченных семей. О неспокойной жизни ловкого пройдохи и благотворительности Екатерина Лободина. 13 непрофессиональных актеров рассказывают знаменитую вторую пьесу трилогии «Бомарше». «Один безумный день» свадьбы Фигаро и Сюзанны, служанки графини. На пути к счастливому браку влюбленным встречается много трудностей. Но самая большая неприятность – ухаживание графа, которому наскучила семейная жизнь. Остановка в классическом варианте. Но наши участники, наши герои присвоили своим персонажам некие современные характеры. И я думаю, что это неожиданное чтение «Бомарше». Очень неожиданное. Но мы старались не уходить от класса, держаться именно его классического прочтения. И получилось очень яркое, интересное видение. Представители бизнеса, культуры и СМИ осваивали новую для себя профессию пять месяцев. Конкурс на место, как в высшем учебном заведении. Четыре человека на роль. В «Житься в образ» помогали профессиональные режиссеры, художники по костюмам, декораторы и преподаватели по сценической речи и актерскому мастерству. Состав менялся неоднократно, потому что это оказалось очень трудно. У нас настоящая взрослая постановка, которая будет длиться практически три часа. И поэтому, конечно же, люди менялись. Кто-то уходил с дистанции, приходил новый. Но все, кто остались, это совершенно разные люди. Это владельцы малого бизнеса, это главные редактора нашего глянца. На создание театрального проекта ростовских организаторов вдохновил опыт саратовских благотворителей. Там уже пять лет вырученные деньги с проданных билетов идут на развитие творческих способностей у детей из нуждающихся семей. Денежные сертификаты вручают родителям или представителям детей на конкурсную поездку, художественную выставку, приобретение инструментов или оборудование для студии. За кулисами уже идет обсуждение новой концертной программы. Роли благотворители разобрали, как горячие пирожки. А участники первого проекта собираются отправиться с гастролями по Ростовской области. Екатерина Лободина, Сергей Зайцев, Главные новости. Ростов отмечает 265-й день рождения. День города в субботу открывает семейный праздник «Бал Семьи» с 10 утра на Театральной площади возле фонтана. Сегодня у нас в гостях руководитель праздника «Бал Семьи» Андрей Зенковский. Андрей, приветствую тебя в нашей студии. Ну и, собственно, вначале я бы хотел, чтобы ты рассказал о программе, чего завтра ждать ростовчанам и гостям Южной столицы на празднике. Да, конечно. Завтра с 10 утра на фонтанной площади, на Театральной площади возле фонтана мы открываем «Бал Семьи». Это первое субботнее мероприятие в рамках празднования Дня города. Он открывается новшеством сразу же для нашего мероприятия. Это танцевальный флешмоб. Мы делаем как бы разминку для всей семьи. Утренняя гимнастика на фонтанной площади, которая только что обновилась. Как долго продлится фестиваль? Мероприятие проходит с 10 до 15.00, всего 5 часов этого праздника. Собственно, о самой программе в течение 5 часов, чего ждать донской публике, чем собираетесь удивлять, помимо зарядки? Да, конечно. Это, естественно, конкурсы и выступления коллективов, ростовских детских творческих коллективов. Всегда приятно, когда маленькие крохи выдают фенди-плясы на сцене. Ну и, соответственно, под сценой тоже. Конкурсы у нас в этом году порядка шести. Это карнавал-колясок, бэби-парад, арт-семейка, конкурс, красоты будущих мам, когда беременные мамы выходят на сцену и представляют свое будущее, будущее своего ребенка, будущее своей семьи. И, соответственно, все при этом выигрывают. А призы соответствующие будут, собственно, о подарках? Конечно. Если речь идем о подарках, то это машины, мотоциклы, велосипеды для детей, конечно же, чтобы ребенок вел активный образ жизни, разные мячи, игры и так далее, и так далее. Собственно, каким образом можно стать участником? Я знаю, регулярно проходят у вас эти праздники, именно в день города обязательно. Но заявку нужно было подавать, как я понимаю, раньше, за месяц, да? Вот расскажи об этом. У нас вообще два раза в год проходят подобные мероприятия. Первое мероприятие в мае на Международный день семьи, и второе мероприятие в сентябре на день города Ростова-на-Дону. Эти два праздника, соответственно, проходят в мае и в сентябре. Да. Собственно, кто организатор и при чьей поддержке пройдет праздник Бал Семьи? Организатором является Центр родительской культуры «Мой малыш» и администрация города. Также организаторы — это разные партнеры праздника. Второй вопрос, извините. А второй вопрос, кто, собственно, поддерживает в основном, но помимо администрации? Помимо администрации, разные компании детского сегмента, семейно-детского. Это от памперсов до духов. Скажи, вот будет Бал Семьи завтра. Помимо него, какие еще торжества вы планируете в день города? Я знаю, еще по Большой Садовой будет какая-то колонна. Да, мы организуем много мероприятий. Бал Семьи, семейно-детская тематика — это одна из них. Также мы делаем социальные проекты по экологии города, «Экохаб» и так далее. Один из наших партнеров — это «Ретро-моторшоу». Оно будет проходить по Большой Садовой в хвосте шествия, так как Большая Садова будет перекрыта, и на день города проходит карнавальное шествие. Соответственно, автомобили, ретро-автомобили, как у нас будут представлены, у входа в мероприятия, для того, чтобы завлечь пап молодых, увлекающихся автотехникой. И также будет организован шествие, парад по Большой Садовой с 16.00. — 16.00. — Да. — Вот скажи, как долго проводится праздник, фестиваль «Бал Семьи»? Я понимаю, это уже не первый год, 5 или 6 лет? — Да. Сам «Бал Семьи» на Тетральной площади проходит уже пятый раз. Сами семейно-детские мероприятия мы уже организуем лет 12, потому что начали мы с майского мероприятия «Бал младенца», который проходит на парке Витя Черевичкина и КСК «Экспресс». — За вот эти годы, если мы возьмем первый «Бал», который состоялся в 2009 году и сегодняшний, какие изменения он претерпел? — Это, конечно же, фирменные конкурсы. Соответственно, как мы их придумываем, да, и как мы претерпеваем эти изменения? Это входящий поток запросов от наших клиентов, что они хотят видеть, как они хотят провести этот день вместе со своей семьей. Нам не хватает карнавалов, мы делаем баллы. Вот и все. — Пять лет вы уже проводите. Казалось бы, схема выверена до мелочей, но возникают ли какие-то сложности в организации праздника «Бал семьи»? Если да, то какие? — Сложности всегда есть, потому что мы работаем с массовыми мероприятиями. Количество посетителей — от пяти до десяти тысяч человек. Количество участников конкурсов — около пятиста человек. Количество танцевальных коллективов, участвующих в празднике, тоже около пятиста. У нас большое мероприятие, и, соответственно, необходимы такие площадки, оснащенные инфраструктурой. Сейчас ее весьма не хватает, потому что всегда нужно искать подключения, откуда запитаться электричеством, как организовать систему передеваний детских коллективов. Скажу так по секрету, у нас для того, чтобы детские коллективы напоить водой, уходит газель воды. Как бы тоже такой показатель масштабности мероприятия. В этом году театральная площадь, точнее фонтанная площадь, отреставрирована. На ней представлен новый фонтан, который оснащен светом, музыкой и звуковым сопровождением. Отреставрированы каскады. В этот раз мы эти каскады открываем для обзора. И у нас будет работать ярмарка товаров, детских товаров и услуг. Она будет ближе к сцене. Также приемлемо... Где каждый желающий сможет приобрести тот товар, который посчитает нужным. Да, сможет ознакомиться с товаром его, с их преимуществом, да, и так далее, и так далее. Какое количество людей вы завтра планируете принять на праздники? И, собственно, география участников. География участников – это Ростов и Ростовская область. Также активно принимают участие даже и приезжие. У нас есть конкурсы, которым не нужно готовиться в течение месяца. Ну, уже, наверное, список-то участников определен. Откуда больше всего? Из Ростова-на-Дону или откуда-то из уголка области? Конечно, из Ростова-на-Дону. А другие, скажем так, субъекты нашего региона, как представлены? Кто проявил большую активность? Ну, это, соответственно, близлежащие города – Батайск, Азов. Они самые активные у нас участники. В прошлом году, если мне не изменяет память, главный приз – автомобиль именно уехал в Батайск. Прям настоящий автомобиль? Детский. Настоящий автомобиль. В детском автомобиле, да, это талант, чтобы уехать в Батайск обратно. Андрей, у тебя сейчас есть просто уникальная возможность. Ты можешь одним из первых поздравить с юбилеем Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону, основанный в 1749 году. Поздравляю тебя с праздником и желаю процветания, развития инфраструктуры и необходимых, не знаю, звезд на небе. Ну, со звездами в Ростове никогда не было проблем. Андрей, тебе спасибо, что ты нашел время и вечером в пятницу пришел к нам в студию. Завтра желаю, чтобы все прошло на ура. Спасибо за интервью. Большое спасибо, ждем вас завтра. Наша служба новостей продолжает информировать вас о главных событиях Дона. Азовский краеведческий музей – самый посещаемый в Донском регионе, рассказал министр культуры области. Александр Резванов добавил, в Азове слаженно работает система турагентств, операторы предлагают школьникам и студентам заранее продуманные маршруты. Затем организованно встречают делегации. За счет внутреннего туризма они входят во все маршруты, разработанные туроператорами. Вообще очень важная тема, чтобы туроператоры, наши по внутреннему туризму, наши ростовские фирмы и турагенты, чтобы они торговали этим материалом. То есть туроператор тот, кто создает маршрут, турагент, кто им торгует. Напомню, музей – один из крупнейших на юге России. Он охватывает исторический центр 19 века, территорию Азовской крепости с валами, Алексеевскими воротами и пороховым погребом. Дом музея знаменитого полярника Рудольфа Самойловича и выставочный зал «Меценат». Другим темам прочитал, отдай другому. Название необычного проекта, который придумали новошахтинские. А в общественных местах города, будь то автобус, парк или кафе, любой желающий может взять книгу. Прочитав литературное произведение, им необходимо поделиться с другим человеком или оставить себе взамен другая книга. У меня любимая книжка, это, сейчас вспомню, это был «Сын полка». Сын полка. Это хорошая книжка. Мне даже в самом конце хотелось плакать о такой истории. Мне нравится произведение Тургенева, классика. Вот мне больше нравится Ася, произведение Ася и его героиня. Идея массового буккроссинга принадлежит городской администрации. В первой акции приняли активное участие сотни школьников. Энтузиастов поддержали местные поэты своим творчеством. Я родился и рос средь степных ковылей, в необъятной донской колыбели. И как отпрыск старинных казачьих кровей, с детских лет примерялся к шинели. Также акции. Такие акции на Вашахтинске планируют проводить чаще. Организаторы призывают учиться у книг и повышать образованность. По мнению горожан, бумажные страницы классики не сравнимы с прочтением произведений в интернете. Тем временем, вечер памяти первого городского главы Южной столицы прошел в Донской публичной библиотеке. Андрея Бойкова вспоминали как энергичного, сильного, волевого и деятельного градоначальника. В центре Ростова не так давно установлен монумент в его честь. На памятные встречи отметили при Андрее Бойкове. Ростов получил статус уезда, а в городе закрупилось административное устройство. В 1854 году в Ростове впервые, это середина века, 19-го, в Ростове появился человек родом из Харькова, Андрей Матвеевич Байков, который оценил будущие перспективы города. Добавлю, в этом году 180 лет со дня рождения Андрея Бойкова в Южной столице отметят в последнее воскресенье сентября на решение городской думы. Ну а сейчас немного о спорте. Гонбольный клуб Ростов-Дон встречает гостей из Краснодара. Две недели назад в товарищеской встрече перед началом сезона Кубань уступила донской команде и теперь настроена взять реванш. На прямой линии с Южного дерби Роман Саганов. Роман, тебе слово. Привет, Артем. Жаль, что тебя сегодня нет на этой замечательной игре. Отвлекся немного. Хочу поздравить нашего коллегу Павла Вильковского с днем рождения. Павел, удачи тебе, здоровья и всего самого наилучшего. Приходи на гонбол, здесь всегда интересно. Очень интересная игра, небольшое преимущество на ростовского коллектива. Молодцы девчонки стараются, но и Кубань. Кубань также не дает ростовчанкам расслабиться. Очень интересная команда, конечно, по сравнению с прошлым сезоном. Кубанский коллектив заметно, знаете, как бы сказать, послабел. Команду покинули ведущие игроки. Среди них и те, которые перешли в гонбольный клуб Ростов. Среди них это Анна Пунько. Одна из лучших игроков на сегодняшний день в национальном чемпионате. Ростовчанкам также все равно нелегко приходится. Тяжеловато. Не получается легкой прогулки сегодня у них. Кубань обороняется как может. Очень хорошо начали ростовчанки. Ну, где-то к третьей, наверное, четвертой минуте соперницам удалось выровнять игру. Я думаю, что все самое интересное еще впереди. Впереди второй тайм, который, как говорится, покажет, кто станет, кто сегодня будет сильнейшим. Несмотря на то, что кубанский коллектив потерпел два поражения на старте сезона, а ростовчанки одержали две победы. Я думаю, что еще раз повторюсь, сегодня легкой прогулки для ростовского клуба не будет. Ну что ж, будем болеть за наших девчат. Будем переживать. Спасибо, Артем. Приходите на гонбол. Роман, спасибо и вам. На этом все. Выпуск продолжат прогноз погоды и новости донской экономики. Я от лица телеканала «Южный регион Дон» поздравляю ростовчан и гостей Южной столицы с Днем Города. Хороших вам выходных. До встречи в эфире. В студии был Артем Тарасов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин